Тело. О! Ой, как хорошо, смотри, как хорошо прокатывается. О, еще третий. Твердый. Твердый. Хорош. Отлично. Всем привет, друзья. С вами Крисмас. И сегодня мы снова с вами покатаем в Айронсайд. Шутер без примесей. Но на самом деле, хотел я с вами поговорить про эти самые примеси. Вот, красиво я делаю минус два. Ну, конечно же, гранаты добивает. Вообще никогда, на самом деле, граната не добивала людей. То есть я, к примеру, вижу чела, кидаю грену, он залетает ко мне, рашит. И что с моим скиллом, я не могу понять. 50 помощи. Я, видимо, первые две пули попал, остальное просто прошерстил по этому. Сделал так рельеф его тела. О! Ой, как хорошо, смотри, как хорошо прокатывается. О, еще третий. Твердый. Хорош. Отлично. На! Минус четыре, ребята, это достойно лайка, мать твою мысли. Все нормально. Минус четыре, ребята, все. Красиво заходим. Минус пять. Минус пять. В голову, отлично. Минус пять, ребята, это достойно лайка. Пожалуйста, проставляйте лайк, если вам нравится мое творчество. И, естественно, если вам нравится эта игра. В общем, вот. Отличный хэд. В принципе, был неплохой. Вот. Снова я гоняю, короче, с этой пушечкой. ARX 160. Что я могу сказать по поводу этого ствола? В принципе, я уже говорил все. Тут все стволы, в основном, все одинаковые. Отличаются они... К примеру, те, кто поскорострельнее, те, что поскорострельнее, точнее, они отличаются уроном, меньшим уроном. То есть, у них, к примеру, там 30 урона или 35, скорострельность 70. А у калаша, к примеру, урон там 42-45, скорострельность 54, там, к примеру. Ну, счет типа того. Я вам привожу пример, что это логично. Ой, молодец, паучочек мой, красавчик. На самом деле, еще про дронов мы поговорим, но вот этот паук очень редко убивает, поэтому я так радуюсь, когда он что-то хотя бы делает так, как нужно, да? Потому что это происходит крайне редко, и это прям печалит меня совершенно. Друг оставил за собой врага за спиной. Отлично. Ну, вот я, пожалуйста, пососал бибочку. Все же не пойму немножечко, как тут работает стрельба. То есть, иногда ты прокидываешь по челу и... Ну, точнее, не то, что как работает стрельба, а какие здесь хитбоксы. Хитбоксы здесь, наверное, крайне большие, потому что, когда ты отклоняешься от человека, именно от его модельки, урон все же проходит, к примеру. То есть, ты видишь хитмаркер, который загорается на твоем прицеле, то есть, те самые угловатые белые штуковинки по бокам, они, когда ты отклоняешь прицел, они все равно работают, и они все равно дают понять, что ты попадаешь по цели. Хотя ты уже стреляешь не по самой цели. Видимо, короче, хитбоксы в этой игре реально большие, и это, не сказать, что прям вообще реальная проблема, но это и не есть хорошо в таких шутанах. Потому что, если эта игра хочет большого онлайна, раз, и участие в всяких соревнованиях, там, чтобы люди зарабатывали деньги, и разрабы тоже зарабатывали на этом же деньги, когда зарабатывают обычные люди, и, собственно, им нужно эту херню поправить. На самом деле, разрабы корейцы, и, скорее всего, русские именно, и локализаторы, и все остальное, все остальные люди, до них не докричатся, вряд ли они что-то изменят, потому что игра уже сделана, игра уже выпущена, тем более в Корее она выпущена уже давным-давно. Ну, по-моему, это было, наверное, ну, наверное, в конце 17-го, может быть, в начале 18-го она выпущена была. У нас локализаторы только его под начало 19-го, даже, получается, почти середина 19-го. Да. По крайней мере, зима уже точно прошла, и, как бы, не такое все это быстрое дело, локализовать игру и выпустить, собственно, вражки. Да и, в принципе, по онлайну тоже оно не блещет, на самом деле. Так, давай-ка зайдем сюда, в тыл врагу. Ну, и, конечно же... Угу, угу. Опять я по челу нихера не попал. Вот, смотри, я, опять же, отклонил хит-маркер, и по нему ушел урон, но он в итоге совсем, совершенно полностью отошел за стену, я его не добил. У него, скорее всего, осталось мало хрп. А вот, пожалуйста, он и этот челик. Встречаем мы его. Просто карма, чел, просто карма. Ты зря отошел вот раз за угол, потому что, как бы, и смерть ждала, типа. Стрела. Меня убила стрела, ребята. Насчет стрелы и насчет вообще всех дронов, то есть так называемых... Ааа... Так называемого... Под логотипом, да? Шутер без примесей. Айрон сосайд. Я из парашки, меня убивает. Отлично. Вот. Насчет дроидов. Напиши мне в комментарии, хотел бы ты играть с дронами вот этими вот, или ты хотел бы классический шутан, ну вот, в смысле того, что пускай это будет айронсайд, пускай это будет все так, как есть. Только либо убрать полностью дронов, либо убрать дронов немного количе... Ну, небольшое количество, которое требуется. Вот, кстати, вот этот момент, про который я говорил, я кидаю грену вперед, чел рашет и меня убивает. Ну, то есть вот такие моменты тоже бывают. Я не понимаю, как враги некоторые убивают с гранатой, ты залетаешь, и тебя убивает гранат. Серьезно. Как бы хрен его знает. Возможно, люди знают тайминги и все остальное. Прочувствовали игру, так скажем. Бывает, что. Значит, я просто лох. Так, ладно. Насчет дронов. По дронам тут все, на самом деле, вот именно я играю всегда с нападающими. И вот, к примеру, вот та самая стрела, которую, в принципе, можно выпустить... Опа. Которую можно выпустить. Вот. Она мне крайне не нравится. Тем, что тут она выпускается только тогда, когда... Ну, точнее, ты попадаешь только тогда, когда ты, к примеру, попадаешь вот в такие вот, к примеру, места, типа открытых пространств. То есть, к примеру, если на карте очень большое здание открытое, вот как вот это. То есть могут... Враги могут держаться просто в самом эпицентре вот этого места, и все. И по ним ты не попадешь ни стрелой, ни... Есть еще, как его... Дрон-самолет, который выпускает три раза бомбардировки... Ну, на определенные три точки на карте бомбардировки. Это... Как-то мы проиграли. Это, в общем-то, полное говнище. Вот. Но я на первом месте, и мы с вами держим планку в топ-1. Лучший момент. Крисмас-рок! Конечно, я! Ну! Ну, Крисмас-рок! Ты посмотри! В общем, пиши в комментариях, что ты думаешь об этом. Что ты думаешь о дронах. Нужны ли они или не нужны. Может быть, урезать их количество, потому что, по-моему, это немножечко... Такая херовая ситуация, когда, к примеру, ты тащишь на пушках, а тебя убивает какой-то дрон. Всем удачи и всем пока!